В Днепре снова кровавые бизнес-разборки. На этот раз с применением взрывчатки. На воздух взлетела машина, пострадали два человека. Одна из версий – конкурентные войны. При этом гражданские активисты заявляют, в городе разгон криминалитета при полном попустительстве полиции. Подробности у Елены Миндалюк. Взрыв по улице Вакалинчука прогремел около 10 утра. Жильцы окрестных домов говорят, в квартирах дрожали стены. Я перепугалась, думала, что дом бросился. Оказалось, в нескольких метрах от жилых домов подорвали автомобиль. Пострадала проходившая мимо пенсионерка и хозяйка машины – 27-летняя девушка, которая как раз села за руль. Сейчас она в больнице. Медики сообщают о состоянии средней тяжести, но травмы грозят инвалидностью. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головы, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и ушиблены рваные раны левой стопы. У пенсионерки травмы легкие. Ее госпитализировать не стали. Поговорить с хозяйкой машины не удалось. К ней врачи не допускают. Возле реанимации дежурят оперативники. По предварительным данным, сдетонировало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к машине. Соседи пострадавшей рассказывают, она живет с мужем и 4-летним ребенком. Она отходит ребенка утром в садик. Потом приходит, переодевается и садится в машину и едет на работу. У мужа пострадавшей есть бизнес, какой не знает, но не сомневается. Девушка поплатилась именно из-за него. Или фирму держат, или что-то в это, вроде за городом. Предупреждение было. Значит, было предупреждение всей семьи. Кошмар. Это не первый раз? Нет, это первый раз. А вот в полиции о версиях пока не рассказывают. Все версии отработаются, по-перше. И, по-прежнему, говорить, что причинило выбух, мы сможем только после последней экспертизы, результатов экспертизы, которую нам дадут выбухотехники. Бизнес-разборки в Днепре стали обыденными, уверяют общественники. То стрельба из автоматов, то взрывы. И все это из-за попустительства правоохранительных органов. Каждый день какие-то перестрелки, какие-то взрывы, какие-то бизнес-разборки. Они решаются не как положено. Если это хозяйственный спор в хозяйственном суде, они происходят у нас на улицах, страдают. Прохожие страдают, жители города. Нет деятельности полиции. Каждое громкое преступление до сих пор непонятно как-то, обволочится, никаких внятных комментариев, никаких конкретных действий. Постоянно из пустого в порожнее одни обещания навести порядок. После сегодняшнего инцидента полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Елена Медалёк, Евгений Годнецов. Подробности телеканал «Интер» Днепр.